Сегодня 16 января, мы находимся в селе Роксоланы, с нами как с другим? Олеся. Олеся, вы живете вот в улице? Я проживаю на улице Центральная, 34. Скажите, что у вас сегодня случилось? Моя мать вынесла, в мое отсутствие вынесла все мои вещи на улицу, выселила меня с двумя детьми несовершеннолетними. Несовершеннолетними. Сколько или в каком возрасте? Дочке 7 лет, она 2013 года и сыну 17. Дочка зарегистрирована по этому улицу? Да, да. Здесь вы не зарегистрированы, зарегистрированы во слое? Муж мой законный и дочка моя. То есть вы вместе проживали? Да, на протяжении 5 лет мы проживаем в этом доме. То есть я уже написала не одно заявление о том, что она пытается меня отсюда выселить. У нас сейчас, на данный момент судебные заседания, адвокаты составляли прошение о наложении ареста на этот дом и аннулирование тех документов, что она сделала. Они незаконно сделаны, это два адвоката сказали. Вот, и мое отсутствие, пока мы с детьми ездили в гости, я вышла и все. Мы вот приехали, все вещи на улице, в дом зайти не могу. Меня туда никто не пускает. Ну, в чем подлегают ваши конфликты? Она хочет быть единственной хозяйкой этого дома. Она всем говорит, это мое. А сын ее ваш муж, да? Нет, это моя родная мать. Да, а мой муж является спевластником этого же Майна, понимаете? А скажите, пожалуйста, а вот вы это ваше, у вас есть еще какие-то сестры, братья? У меня есть брат родной, он проживает в городе. То есть он сюда вообще, ну как бы здесь ничего не имеет и нет. А девочку сейчас кто забрал? Мой брат родной забрал девочку. Он забрал в Одессу? Да, потому что, ну как, на улице мороз, мы два часа уже стоим здесь, нас никто не пускает, вот все вещи вынесли. Техника, компьютер, все на улице, документы были в доме. Как бы ничего, все это валяется вот на улице, как ненужная никому вещь. Мы не можем попасть в дом. У меня дочка в школу здесь ходит, с первого класса. Сын закончил 9 лет в школу. Это даты в школе указаны, что она здесь живая? Конечно, да, да. Сын 9 лет учился вот в этой школе, 9 лет. Мы тут проживаем в Роксланах 12 лет. А именно в этом доме мы проживаем 5 лет. А до этого дом был оформлен на... До этого дом не был оформлен, он считался как нахалстроем. Оформлен дом был вот этот вот старый. Но он, когда мать моя тут проживала одна, он сгорел. Да, есть такт о том, что это был подпал. Я не знаю, что там конкретно произошло, мы здесь не проживали. И потом мы все заселились в этот дом. И проживали, как бы, хотели разделиться по-человечески, без судов, без ничего. Ну, у нее вот такое свое мнение, и она решила, что среди зимы она имеет право вынести наши вещи на улицу. А какого возраста вам? С 65-го года она. С 65-го года, да? Да. Она не старая, это не маразм. Она просто хочет быть единственной наследницей, хозяйкой, как она говорит. И документы она оформила через фирму в Малиновском районе, без участия сельского совета, без участия, без раздела имущества, понимаете? Раздела майна не было. Она вот себе решила, что она отгородилась, вот эта фирма ей помогла сделать документы. Но адвокат, посмотрев на эти документы, сказал, что эти документы сделаны незаконно. Ну, хорошо, давайте будем пробовать, не достучаться, все-таки дети на улице. Нет, ее сын вышел. Она не будет выходить, она не будет выходить. Выходите, он... Так, беде, лечка, беде. Беде, беде. Там она, она там сейчас домик? Я не знаю. Ни кто на ней открывает. А вторая половина вещей идем. Садилка, а вторая. Вот, здравствуй, на. Вещи там. Вещи там. Алло. Сергей Иванович, уже приехала милиция. Пошли. Вот туда, смотрите, все выкинуто в сарай. Непонятно вообще, как вся техника. Там компьютер у меня. Ну, как бы, ну, все, что было, все вот. Выносили из дома. Вот это вот, как не нужно, вот эти вот рядки повыкидывают. Мы просто уехали в гости. Нас два дня не было дома. Я ребенок из школы. Соседи вот все сподят, что я здесь проживаю. Пять лет уже. Ключ у меня есть, но поменена личинка в дверях. Я не могу зайти в дом. Я не знаю, что вам сказать. Ну, надо, надо... Вы достаете, что стенку он не достает. Не достает, да, он сюда не достает. Я вам не знаю. Вот мы включим. Мы уже два часа находимся. Получается, вы живете в одной половине дома, она в другой? У нас посередине. Алло, Сергей Сергеевич, приехала милиция, Варшинизда приехал. Да, да, хорошо, мы вас ждем. Квартирный вопрос всех поругал. Это плохо, что когда близкие люди начинают спорить между собой, выгонять детей на улицу, это нехорошо. Снимать меня тоже не надо, это уже собственность. Ваша собственная земля, да? Вам? Земля нет. Видите, пожалуйста, а чего вы вызвали люди? Не скажете, не покомментируете никак? У них нет здесь ни права собственности, ни прописки. Но она уверяет, что у 7-летней детской прописано. Прописано по адресу Центральная 34. Это адрес Центральная 34 Б. Я сейчас наберу адвоката, если вы адвокаты. А кто этот адрес присвоил, вы можете обратиться, если вам интересно, в высшестоящий орган. А что, кому-то можно затягивать? Да, конечно, вы можете пройти. Хорошо. Это брат ваш? Да, это мой меньший брат. Это родной брат? Да. А чего вы не дружите, да? Вот они, получается, по этим документам новым, которые они сделали, они присвоили, у них была всего одна третья доля по наследству. Но по новым документам, которые она сделала, которые сейчас разбираются в суде, у них у каждого по одной третьей доле получилось. Понимаете? И они этот дом оформили на себя. Давний семейный конфликт вырос, перерос в то, что одна сторона конфликта втайне от другой стороны сделала документы и выставила родную дочь, мама на улицу. Дом имел номер 34, это была летняя кухня, которая не имела отдельного адреса. Ну, каким-то образом мама втайне от дочери сделала документы на этот дом и присвоила ему адрес 34 Б, улица Центральная, село Раксаланы. В связи с этим, теперь эти два рядом стоящих дома, раньше были одним адресом, теперь два рядом стоящих дома имеют два разных адреса. И Леси приходится оставаться на улице, полиция ее не может в дом заселить, потому что право собственности на совершенно другого человека. Что делать дальше? Ну, в этом может разобраться теперь только суд. И вселить ее сегодня неправо и никто не может. Будем следить за ситуацией, посмотрим, как будет сделать РСБС в суде, в Идеопольском суде, судья Бочарова рассматривает этот вопрос. Надеемся, суд поставит какую-то истину, чтобы здесь разрешить этот конфликт семейный. Роман Варшинидзе, Андрей Хлопчик, Альтернатива Орх.